Вячеслав Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Много вопросов, и онлайн, и оффлайн, да и мне пишут, почему-то странно, не могут попасть к вам на консультацию. В последний год к вам стало очень сложно попасть на консультацию, у вас большая очередь, много пациентов, с чем это связано? Объясните, пожалуйста, зрителям. Ну, для меня, как для врача, это тоже было в какой-то степени неожиданностью, что в последний год, может быть, я бы даже сказал несколько лет последних, спрос на ту психотерапию, которой я занимаюсь, вот так будет с ускорением возрастать. Ведь так было не всегда. Когда я начинал, 20 с лишним лет назад, я пускался в такое плавание, в такую неизвестность, я не знал, чем это все закончится. Будет это кому-то нужно или нет, я не знал. Я просто не мог больше ничем в медицине заниматься, только этим. Я был верующим человеком, я понимал и видел своими глазами, работая в общей сети, в наркологии, до какой степени мы никого не лечим. Ну, и у меня был такой вот мировоззренческий кризис. Я всегда видел в медицине вот эти, содержащиеся в самой ее парадигме медицины, вопросы. Кто такой человек? Мы занимаемся лечением людей, спасаем иногда им жизни. Зачем, если человек все равно смертен? Он все равно умрет. И вот как-то из этих моих размышлений выросла и сформировалась нравственно-ориентированная психотерапия, основанная на православном вероучении. И я даже дерзнул тогда, в 99-м году, получить на нее государственную лицензию. И я ее очень быстро получил. И, может быть, быстрее, чем кто-то другой у нас тогда в городе Екатеринбурге. Я был третьим в Екатеринбурге наркологом, который получил государственную лицензию на свою психотерапию. На психотерапию как таковую. А она у меня еще и вот такая, своя. Потому что нравственно-ориентированной психотерапии или православной психотерапии в списке методов, которые были разрешены на территории Российской Федерации, просто не было. И мне тогда в лицензионной комиссии в областной сказали, вам нужно пройти супервизию, чтобы областное общество психотерапевтов посмотрело на то, как вы это делаете, одобрило и обратилось к нам с рекомендательным письмом. И тогда мы вам выдадим лицензию. И я незамедлительно провел эту супервизию, связался со своими коллегами, которые тогда в основном все были психоаналитики. Психоанализ тогда был у нас такой мейнстрим в психотерапии. Ну кто-то занимался там еще какими-то видами. Но в основном это вот такие из запада пришедшие к нам психотехники. И то, что делал я, всем казалось каким-то чудачеством. Ну я привел своего пациента вместе с его мамой. Это был парень, страдающий наркотической зависимостью, которого я тогда уже, ну можно сказать, вылечил. Хотя понятно, что это не я был. И коллеги мои сидели, полтора часа смотрели на то, что я делаю с таким скучающим видом. Потом, когда я закончил, они мне позадавали вопросы. Они не понимали, что я делаю. Но они видели, что в этом что-то есть. Ну и не хай, пусть занимается. Один, правда, там спросил меня, а сколько ты за это берешь? Ну, я ему сказал, не в деньгах счастье. Не ради денег я это делаю. Тогда же уже было всем понятно, что психотерапия, особенно в частном порядке, это бизнес. Человек пошел заниматься бизнесом. Ну, я не стал спорить. Мне нужна была лицензия. Вот я получил рекомендательное письмо. И через неделю буквально я получил государственную лицензию. Я начал работать самостоятельно. Я положился полностью на Бога. Как Бог даст. И, надо же, у меня сразу же появилось очень много пациентов. Вот на меня спрос, как на психотерапевта, все 20 лет достаточно высокий. Я никогда не сидел без работы. Мне никогда не приходилось особо себя как-то рекламировать, как специалиста. Господь приводил мне людей. Они все время как-то вокруг меня формировалась вот целая группа. Потом все больше, больше, больше людей. Я менял формы, методы работы. И индивидуальные, и групповые занятия проводил. У меня сформировался уже устойчивый такой курс нравственно-ориентированной психотерапии. И я занимался этим, и до сих пор этим занимаюсь, с радостью. Я не устаю от этого. И я даже в каком-то смысле не считаю это работой. Потому что мне это очень нравится. То, что я делаю. Я вижу результат. Для врача, наверное, нет ничего более заветного и желанного, чем видеть положительный результат своей работы. Бог меня не посрамил. И я увидел в этом свое призвание. И я просто работал. Вот все эти годы я просто делал свое дело. Я не пытался срывать какие-то там лавры, звезды, с неба ловить. Мне нравилось и нравится до сих пор сама работа. Я получаю удовольствие от процесса работы и от результатов своей работы. Но в последние годы я увидел перемены, происходящие в нашем обществе. Я вижу, что наше общество, оно не стоит на месте, оно зреет. Вот в тех переменах, которые происходят у нас в стране и вокруг нашей страны, они меняют миросозерцание людей. И люди начинают совершенно по-другому смотреть и на медицину, которая сейчас тоже переживает серьезный мировоззренческий кризис, и на свое здоровье. И относиться к своей личности начинают по-другому. Я вижу, что чем труднее, сложнее, уже становится жизненное пространство у людей, тем больше они задумываются о смысле жизни. Вот последние события, связанные с этим распространенным заболеванием и с теми переменами, которые были вызваны у нас в стране, заставили людей искать новых смыслов жизни. И по-другому смотреть на расстройство своего душевного здоровья. За 2020 год обращаемость ко мне, как к врачу, увеличилась в шесть раз. Вот это для меня было тоже неким таким, знаешь, открытием. Я и так-то не сидел без дела, а здесь еще в шесть раз увеличилась обращаемость. И мне нужно было как-то перестраиваться. Да, действительно, для меня это тоже проблема, когда человек записывается к нам на консультацию, и ему говорят, что она состоится не ранее, чем через два месяца, и что мы вас просто ставим в список ожидания, и потом, когда ваша очередь подойдет, мы вам позвоним и назначим вам время консультации, и люди не отказываются, люди говорят, хорошо, я подожду. Мы практически не видим отказа. Кто-то бы сказал, два месяца, да не, не буду. Я к другому доктору пойду. Люди говорят, нет, я буду ждать. И у меня совесть не на месте. Мы начали придумывать какие-то новые варианты оказания помощи. В том числе мы создали какие-то уже готовые шаблонные курсы психотерапии, краткие такие, где человек еще до первичной консультации мог бы уже воспользоваться моей помощью, просто просмотрев заранее записанные какие-то видеозанятия. Вот как мы сделали с курсом «Хочу владеть собой». Ведь сейчас за помощью обращаются люди в основном с тяжелыми неврозами, с утратой самообладания. И для них вот то, что я делаю сейчас, это очень-очень востребовано на самом деле. Люди получают помощь, реальную помощь. Не только люди уже крещеные, верующие и живущие духовной жизнью. Нет. Люди, которые впервые от меня узнают о том, что есть и такой способ выздоравливать. К нам обращаются люди с зависимостями. И для них у нас тоже есть готовый вот такой курс. И сейчас мы сделали в интернете, на моем канале, в ютубе «Доктор Боровских» вот такой прямоэфирный проект, который называется «Вечер с доктором Боровских». И люди могут стать участниками этого проекта и подключиться к полному курсу нравственно-ориентированной психотерапии, который я провожу круглый год. И вот с сентября месяца 2020 года мы сейчас проводим этот прямоэфирный проект. И я вижу, что люди подключаются, подключаются к этому проекту. И они уже получают помощь еще до первичной консультации. Может быть, у них потребность первичной консультации отпадет, потому что они уже получают помощь психотерапевтическую. И я готов, может быть, еще один вечер в неделю посвятить этой работе, чтобы люди могли получать эту помощь побыстрее. Ту помощь, которой они нуждаются. Для меня это, конечно, радостное такое явление. Я вижу духовные перемены в нашем обществе. Я вижу, что наш народ начинает серьезно разочаровываться в плодах западной цивилизации. В том числе и в той психологии светской, вполне безбожной, и психотерапии, которые пришли оттуда. Как будто бы специально для нас, для того, чтобы мы восприняли, заразились западной системой ценностей. Но я вижу, что наш народ не восприимчив к этой системе ценностей. Нет. Наш народ ищет того, что лежит на острие борьбы добра и зла. Наш народ ищет здоровой духовности. Вот эти поверхностные все системы врачевания человеческой души, они не работают на российском пространстве, на пространстве души русского человека. Мы ищем более глубокого. Мы ищем более высокого. Мы ищем Бога. Русский человек ищет Бога. Как сказал блаженный Августин, «Душа моя Бога восхотела, и пока не найдет его, не успокоится». Мы мучаемся этими проклятыми вопросами для русских мальчиков, о которых писал Федор Михайлович Достоевский. И ответы на эти вопросы мы находим только в христианстве. Нам от этого никуда не деться. Мы выросли, мы созданы в лоне христианской культуры, которой на территории России тысячу лет. И мы не можем просто взять и отменить эту духовную матрицу и заменить ее механически на какую-то другую. Это просто не получится. И вот сейчас как раз мы наблюдаем этот возврат нашего самосознания к нашим истокам. И я это вижу по своей работе. Я бы очень хотел, чтобы таких докторов, как я, у нас в России становилось больше. Мы и предлагаем учиться этому. И проводим образовательные программы по курсу нравственно-инвентированной психотерапии. И слава Богу, у меня уже есть ученики. И я их рекомендую в качестве специалистов. Но мне бы очень хотелось, чтобы наш народ черпал это духовное здоровье не через меня. Чтобы такие специалисты, как я, может быть, и были бы и не нужны. Потому что такой врач, как я, это тоже болезненное явление для нашего общества. Тысячу лет проблему душевного здоровья в нашем народе решала православная церковь. И люди просто воспитывались в лоне православной культуры, и им никакие психотерапевты не были нужны. Им нужен был батюшка, который выслушает, исповедует, отпустит грехи, причастит, который научит молиться Богу и будет сопровождать тебя всю жизнь. А потом, когда ты отойдешь ко Господу, Он тебя еще и отпоет. Вот нам нужно возвращаться самим спонтанно в церковь, из которой мы все вышли. Субтитры создавал DimaTorzok